МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В последнее время сессии городского совета все чаще начинает напоминать шутовское шоу. В голову лезет комедий-клаб с его далеко не первоклассными репризами. Чтобы согласиться со мной, достаточно было либо побывать на последнем таком представлении на Думской, или даже просто пересмотреть репортажи оттуда, чем развлекались все, без исключения местные СМИ, электронные и печатные. Чего стоил только диалог между депутатами Селянин и Иваницким по поводу так называемой каштанно-минирующей моли, которую я хоть Селянин и ни разу не видел, что возмутило Иваницкого, вывело из городского бюджета 100 тысяч гривен. А внезапно настигший другого депутата, перебежицу от Маркова во фракцию ПР, Ясиневич, об обморочный сон, как раз в то время, когда нужно было проголосовать за или против проекта решения об утверждении правил размещения временных сооружений для проведения предпринимательской деятельности в Одессе. То есть речь зашла о пресловутых мафах. Вопрос, если формулировать на нашем бюрократическом валопюке, из-за сонливости Ясиновича не прошел. Правда, переголосование закончилось тем же. Иначе и быть не могло. Ибо значительное число безобразных будок, превративших Одессу в подобие седьмого километра, крышуют сидящие в зале народные избранники. Характерен публичный скандал между депутатом Шереметом и начальником управления торговли Прейгер, которая заявила, что последний однажды обратился к ней с просьбой законить ни много ни мало 30 мафов, но получил отказ. Шеремет, утверждая, что его оклеветали, подал в суд и, возможно, одолеет Прейгер. Однако каждому вменяемому Одесситу известно, что будки на наших улицах так просто из ничего и ниоткуда не появляются. Каждая чей-то бизнес. И сколько ни тряси подставных лиц, которые значатся владельцами мафов, те, кто владеют ими де-факто, будут цепляться за любую возможность защитить свои карманы. Именно потому на месте каждого из снесенных мафов немедленно появляется в среднестатистическом плане несколько других. Бороться нужно не с будками, а с системой, с классом коррумпированного чиновничества. И сделать это очень просто. Отобрать у него право что-либо согласовывать, и класс этот прикажет долго жить в считанные часы. Будучи лишенным питательной среды взаимных откатов, он абсолютно не жизнеспособен. Но поскольку у Киева таких крамольных идей не возникает, мы продолжаем имитировать бурную деятельность, направленную на противодействие коррупции. Вот и на сей раз. Горсовет учредил депутатскую комиссию, обязанную проследить за тем, как соблюдаются нормы закона при установке в городе Ларькове-Будок. И это, как вы понимаете, тоже скетч для Камеди-Клаба. Точно такой же, как поступление в Рио городского головы, то с кувалдой, то с бензопилой. У нас нормальная постсоветская страна. Провинция с прецизионной точностью копирует столицу. Если в Верховной Раде все еще, несмотря на отчаянные, на грани фола действия оппозиции, сидят кнопкодавы-пианисты, а заседания парламента игнорируют прогульщики, то почему бы не поиграть чужими карточками в горсоветах? Конечно, в том случае, если захочется сессию посетить. Последнюю в Одессе проигнорировало немало граждан, за которых вы на местных выборах усиленно тянули руки. А уж в чужие карточки в этот день на Думской наигрались просто от пуза. Так свежеиспеченная регионалка, откровенно веселясь, прямо в первом ряду сессионного зала, как заметила съемочная группа телеканала «Репортер», постоянно отмазывала в течение сессии от двух до четырех отсутствующих портай-геносцев. Коронным номером в комическом жанре было, конечно, не столько исключение из повестки дня пункта, связанного с обсуждением генплана, сколько суровое заявление Костусева о том, что всех виновных происшедшим он намерен примерно наказать. И Грекова, и Касимова, и начальника этих господ, мальчика для битья Колокольникова, исполняющего обязанности главного архитектора. Правда, с предложением проделать их прямо сейчас на сессии, ну, скажем, выгнать всех трех с работы или наказать розгами, в рио городского головы не согласился. Достойным завершением скетча была окончившаяся фиаско попытка Костусева объясниться у подножия памятника Пушкину с честным народом, манифестировавшим перед зданием горосполкома. Нашего болтуна слушать не пожелали, микрофон отобрали, а его надорванных в непрекращающейся полемике с Викаилом голосовых связок на общение с одесситами без усиления, разумеется, не хватило. И пошевелив с минуту губами, не слышно, как в немом кино, он удалился в сопровождении охранников обратно в зал, где слушать его обязаны по неволе. Пока обязаны. А если шутки в сторону, то выступающее противопринятие генплана развития Одессы в его нынешнем виде общественность со всей очевидностью доказало, что в некоторых случаях ее активность в защите прав городской громады может оказаться весьма и весьма результативной. Я сейчас не буду подробно разбираться в том, какие из требований граждан несомненно разумны, а какие вызывают ищение некоторого верхоглядства, торопливости. Ведь в конечном счете те либо иные решения, касающиеся застройки городских территорий, должны быть тщательно проработаны независимыми экспертами, хорошо разбирающимися в существе проблемы, способными доказать горожанам, что неизбежна ситуация, когда в интересах общего приходится поступаться на соответствующих условиях, естественно, собственными частными интересами. Но все это потом. Сейчас важно лишь то, что факт гражданского неповиновения заставил власти отползти назад. Жалко, что не во всех случаях, когда этого требует здравый смысл, мы также единодушны. Генплан на сессии обсуждать не стали, зато реализовали идею уничтожения Центра имени Бориса Яковлевича Резенко. По сути, разделались с его главным врачом Людмилой Будяк, вслед за чем, понятно, воспоследуют другие кадровые финансовые решения. Объединили замечательную педиатрическую клинику с другой, ничем особенным себя не проявившей. Забросили реанимацию Грудничкова на дачу Ковалевского. Ближний свет, если вспомнить об автомобильных пробках. Приблизили час, когда замечательное здание на углу Садовой и Дворенской приберут к рукам какие-нибудь ну вориши. Торпедировали мечту выдающегося педиатра, причем зло и неумно, ибо все, что здесь происходило годами, теперь теряет свое значение. Разве это нормально? Почему и по этому поводу не вышли на улицы тысячи людей, чьи малыши теперь будут лишены высокопрофессиональной помощи команды опытных педиатров, подвергнутой гонениям со стороны бездарного управления охраны здоровья во главе с послушной марионеткой Шпаком, притворяющимся, что в Одессе осуществляется грамотная медицинская реформа. Ведь этой бредятине, исходящей из ведомства, окончательно потерявшей стыд и совесть Богатыревой, мамаши-псевдофармаколога, вакцина которого отправила на тот свет нескольких детей, все равно рано или поздно будет положен конец. Точно так же, как досужие болтовни о страховой медицине, которая предполагает лишь создание сети жульнических фирм, так как иного при нашей колченогой экономике и тотальном обнищании населения и быть не может. Уничтожение центра имени Резника безнравственно еще и потому, что это лечебное учреждение особого свойства, оно сугубо наше, одесское, основанное на достижениях врача, равных которому при его жизни можно было перечислить по пальцам. Одесситы, вроде бы, должны были все это понимать, и немедленно, как только заподозрили, что гурсовет собирается включить сей пункт в повестку дня сессии, помните, я предполагал, что это произойдет, перекрыть движение во всех направлениях вокруг центра и не сдаваться, пока сидящие в сессионном зале депутаты не опомнятся. Должны были, но ничего не сделали. До того мы сдали на съедение медуправлению в хозрасчетную поликлинику на Жуковском, теперь центр Резника. Если так пойдет дальше, не стоит удивляться, что мы протестуем, а Васька слушает, доест. Кто-то еще недавно, помнится, клялся, чуть ли не на Библии, что на 13-й станции Большого фонтана во спуске на стоянку над морем не будет никаких шлагбаумов. Но шлагбаум уже появился, и с каждой машины требуют по двадцатке за съезд по бугристой, давно не ремонтировавшейся дороге на неухоженную, кое-как залитую неровным асфальтом площадку. Кто-то начал возмущаться и получил в городской управе ответ, что владелец шлагбаума действует по закону, мол, все документы у него в порядке. Послушайте, не напоминает ли это вам знаменитый провал на капитальный ремонт, которого собирал с экскурсанта в денежке Остап Бендер. Что это за роль такая, владелец шлагбаума? А ну, как я установлю полосатую палку при входе на Дерибасовскую, получу с кого-нибудь из местных коррупционеров нелепую разрешительную бумажку и стану потрошить всех пешеходов за право ходить по священной одесской брусчатке. Что, будете безропотно раскошеливаться? Однажды вот так же в Кракове с меня пытались содрать кругленькую сумму русские мафиози. Оказывается, я должен был уплатить им дань за то, что топчу асфальт старинного польского города. Ну, в общем, шлагбаум на 13-е фонтаны идиотизм для того же Камеди Клаба. В контексте только что описанного возникает немало домыслов по поводу нескольких решений, кроме того, что касалось мафов, которые сессия тоже провалила. Не дала приватизировать строение на пляже Дельфин, второй этаж дома на Пушкинской отказалась узаконить, строительство гостиницы в санатории имени Чувырина, не отдала во владение господ Кауфмана и Грановского оставшиеся в распоряжении города 25% акций гостиницы Пассаж. А так как за каждым актом приватизации кто-нибудь или что-нибудь стоит, нам остается только гадать, что помешало городскому собранию продолжить разбазаривание коллективной собственности горожан. Лишь в случае с Пассажем можно предположить, что кто-то счел достаточный и очередной аферу с аэропортом, уже подаренный вышеозначенным гостинично-водочно-транспортным олигархом. Правда, к следующей сессии все нестыковки скорее всего будут устранены. Кстати, к сведению одесситов, половина земельного участка международного аэропорта Одесса, то есть 250 гектаров земли, отданы неназванному госпредприятию, которое будет строить взлетно-посадочную полосу. Создано специальное государственное предприятие, которое будет строить нашу с вами полосу. Это очень здорово, это просто для нас с вами подарок. Это значит, что Одессу любит Бог, судорожно воскликнул в рио городского головы. Ему, доктору экономических наук, сыгравшему главную роль в ограблении Одессы, потерявшей аэропорт, не пришло в голову спросить себя, а почему бы, если государство решило сделать такой подарок, просто не дать нам денег на строительство полосы, навязанной липовым партнером по совместному предприятию, и тем ограничиться. А может быть, потому и не пришло, что не велено, не его ума это дело, а нам, ей-богу, поразмыслить стоит, хотя эти размышления нас неведомо куда заведут. Ну, а теперь несколько соображений, не связанных с прошедшим на Думской заседании Одесского Камеди Клаба. Несколько дней назад я выражал сомнения насчет того, что для доставки в Одессу генератора весом в 120 тонн понадобится два месяца и 20 миллионов гривней. Именно такой вердикт вынес тогда зампредседателя облгосадминистрации Матковский. Выяснилось, что я был прав. По-видимому, из Киева последовал окрик такой силы, что все разом зашевелились, спрятали по карманам свои ненасытные калькуляторы, нашли нужный генератор в двух шагах от Одессы, отыскали вполне мощный Мерседес, притащили эту железную штуковину в город и уже включили в сеть. Вот оказывается, как просто и легко находят выход из положения, когда начинает жечь пятки земля. Думаю, если бы кто-либо вовремя цикнул на жадное местное чиновничество и на французском бульваре не тянулся бы так бессовестно долго жалкий ямочный ремонт, тем более, что у нас все равно не умеют ровно укладывать брусчатку и на этой улице после трудового подвига местных муниципальных служб машины по-прежнему испытывают и бортовую, и килевую качку. Лопнуло бы терпение у кого-нибудь там наверху и климовские функционеры давно расселили бы несчастных с улицы Куйбышева не так, каким климовским нравится, а так, чтобы все были в максимальной степени удовлетворены. И вообще, нам чаще всего не хватает в наших действиях, решениях, речах одного важнейшего качества определенности. Все у нас как-то расплывчато, половинчато, невнятно и вашим, и нашим. Вот чего нет, и с этим, мне кажется, никто не станет спорить у Эдарда Гурлица. Особенно это сейчас, когда он не может влиять на ситуацию в Одессе в прямую, заметно в его выступлениях в ток-шоу Шустера, куда его, заметьте, приглашают, если речь заходит о достаточно неоднозначных серьезных вещах. Вот и сейчас Гурлиц, представляя на передаче «Удар», обстоятельно высказался в свойственной ему эмоциональной, далекой от привычной стилистики говорения записных шустеровских ораторов манере, так серьезно, что хочется к этому вернуться. Касательно встречи с президентом лидера Батькивщины, он, приветствуя сам факт начавшегося диалога, посетовал на то, что Яценюк не рассказал собеседнику ничего такого, о чем тот бы не знал сам, не предложил ничего экстраординарного, неожиданного. И тут же рискнул допустить, что могла бы иметь место идея беседы Януковича в формате один на один с заключенной Тимошенко, результат которой мог бы, в свою очередь, оказаться непредсказуемым. Ведь прощать, заметил Гурлиц, куда тяжелее, чем ненавидеть. Каждый, имеющий уши, мог бы в реплике Гурлица легко найти политкорректное насказание, откуда вытекает чрезвычайно много, и понимание того, оценной оппозиции не завершен, и то, что известная идеологическая обособленность партии Кличко серьезно мотивирована, и уверенность в том, что через проблему венциносной заключенной на дороге евроинтеграции не перешагнуть, ну и так далее. Что же до затейной шустрым к 70-летию волынской резни или волынской трагедии дискуссии на эту больную тему с участием политологов, политиков, народных депутатов, польского режиссера Шиштофа Занусси, то и тут Эдуард Гурвиц, принявший в ней участие, остался верным себе. Дело в том, что польский Сейм принял резолюцию, согласно которой в драме, развернувшись на волыне, когда 70 лет назад УПА и другие формирования украинских националистов предприняли жесточайшие репрессии против давно отселившихся в этих краях поляков, налицо элементы геноцида. В то время на защиту гражданского населения поляков выступили армия Краева, группы кресовой самообороны и хлопские батальоны. Занусси, общавшийся со студией с помощью телемоста, призывал украинскую сторону понять поляков, не таить обиды, простить друг другу тяжелое прошлое и продолжать жить, пометуя о нем, но с чистого листа. Той же точки зрения придерживался основной выступающий в студии Петр Порошенко, сожалеющий лишь о том, что в резолюции Сейма не было сказано простить и просить прощения. Хотя от того, какие из этих слов на первом месте, несколько смещается смыслом. Было интересно, где окажется в своих рассуждениях Гурвиц, которого, помнится, и националистом у нас называли, когда он оказался в Верховной Раде по спискам нашей Украины. Так вот, Гурвиц пошел дальше украинского МИДа. Ему не кажется, что польская резолюция помешает дальнейшему сотрудничеству наших стран, в том числе и в плане его интеграции. Он согласился с тем, что в той давней трагедии, конечно же, имели место все признаки геноцида. И это, если помнить о резко отрицательном отношении проявлением национального радикализма, для него, к тому же, неплохо знающего историю своей страны и понимающего необходимость постоянного учета ее печальных уроков сегодня, абсолютно логичная позиция. Ну, а в том, что следовало бы принять выдвинутую Порошенко формулу в любом ее виде и двигаться дальше, нет никаких сомнений. Историю же следует оставить историкам, не стоит ее политизировать. Вряд ли найдутся в Одессе люди, которые с этим не согласны, так как с тем, что лучшего городского головы, чем Гурвиц, нам не отыскать. Вы можете сказать, что это с моей стороны уже похоже на навязчивую идею. Тогда докажите обратное. Неужто бормотание оппонента коммуниста, коррупционной составляющей прежней работе Гурвица, юноша, с которым тот, пожалуй, чересчур энергично вступил в перепалку, кто-нибудь принял всерьез? Впрочем, парня можно понять. Он отрабатывает свой хлеб. А Эдуард Гурвиц принципиальный, последовательный, антикоммунист. И уже одно это любого из зрителей, по крайней мере, моего поколения, вызывает к нему живейшую симпатию. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова